Церковь призывается продолжать служение Спасителя. Вот и сегодня некоторые говорят, что наше уважение к Церкви, наше понимание Церкви зависит от того, какую политическую позицию Церковь занимает. Если она с нами, говорят, одни, то тогда мы будем ее всячески прославлять. Мы будем говорить хорошо о ней в прессе и в телевидении. Мы будем превозносить ее лидеров. Мы будем говорить о ее мудрости. В то же самое время другие, противоположные первым, говорят то же самое. Церковь должна быть с нами, потому что мы более справедливы, мы мудры, мы хотим больше блага людям. И опять-таки симпатии в адрес Церкви обуславливаются ее политическим выбором. Нас толкают на то, чтобы мы сели на коня, а не на жеребенка. Чтобы мы играли политическую роль, а не ту, которую нам Господь повелел иметь в истории. Но какими бы ни были соблазны, и насколько бы ни страшны были угрозы, Церковь будет совершать то, к чему она призвана Спасителем. Продолжать дело Его служения. Провозглашать Царствие Божие. И призывать людей устремляться в это Царство, обретая тем спасение в этой жизни и в жизни вечной. И кто-то может спросить нас, а что, Ваша проповедь не имеет никакого отношения к устроению этой земной жизни? Вам что, безразличны несправедливости, которые существуют? Скорби, неустроенность. Вы что, специально уходите от этих конфликтов? Вы снимаете себя за все за это ответственность? Наш ответ такой – нет. Не снимаем и не уходим. Но научены самим Господом, что устроить во благо жизнь человеческого общества можно только тогда, когда сами изменимся, когда изменится наше сознание, когда изменится состояние нашего сердца, когда не нужно будет употреблять неимоверные усилия, чтобы бороться с преступностью и коррупцией, но чтобы каждый человек сознавал, что преступно поступать – это грех. А значит, с преступностью ему не по пути. И если из глубины человеческого сердца будут произрастать добрые плоды, то добрым будет и человеческое общество, и его устроение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова